Всем привет! Завтрак это неотъемлемая часть нашей жизни. Он важен и необходим для начала дня. Думая о завтраке, на ум приходят омлет, яичница, оладьи. Все просто и банально. Сегодня хочу поделиться с вами тремя вкусными и быстрыми рецептами сладких завтраков, на приготовление которых особого труда не понадобится. Результат приятно вас удивит. Итак, поехали! Приготовим тостовые рулетики. Они получаются очень вкусными с грушами и яблоками. Сегодня готовлю с грушами. Грушу моем, чистим и нарезаем небольшими кубиками. Отправляем на умеренный огонь на минуты 3 карамелизоваться с корицей и сахаром. А мы тем временем подготовим тосты. Обрезаем со всех сторон коричневые края, оставляя только белые мякиши. Затем проходимся по тостам скалкой, чтобы они стали тоньше и длиннее. Тосты отправляем в микроволновую печь на 30 секунд. После чего обильно смазываем сливочным маслом. Выкладываем на край примерно 1 чайную ложку начинки и сворачиваем рулетиком. Сделав все правильно, рулетики получаются аккуратные, ровные и не раскрываются. В миску разбиваем 2 куриных яйца. Макаем в них рулетики и обжариваем со всех сторон на разогретой со сливочным маслом сковородке до золотистой корочки. Пока рулетики жарятся, приготовим посыпку. Для этого смешиваем сахар и корицу. Не дожидаясь, пока рулетики остынут, обваливаем их со всех сторон в сладкой посыпке. Вот и все. Готово. Можно пробовать. Следующий рецепт – нежные панкейки с вареной сгущенкой. В миску разбиваем 2 яйца, добавляем сахар и мед. Перемешиваем до полного соединения. Устанавливаем над миской сито и просеиваем в яичную смесь муку и разрыхлитель. Все хорошенько перемешиваем до однородности. Добавляем 20 мл холодной воды. Размешиваем и даем тесту постоять минут 10. Под кейки обжариваем на медленном огне на сухой сковородке. С двух сторон до румяного цвета. Приступаем к сбору вкусняшки. Примерно 1 чайную ложку сгущенки наносим на блинчик. И размазываем немного на края, а большую массу стараемся сконцентрировать как бы в серединке. Накрываем сверху еще одним блинчиком и аккуратно защипываем края. Из-за меда в составе теста сделать это очень просто. Вкусные, нежные и необычные блинчики-панкейки с начинкой готовы. А теперь займемся приготовлением хрустящих трубочек с начинкой на сковороде. Да-да, без всяких форм и вафельниц. Яйца разделяем на белки и желтки. Нам понадобятся только белки. Добавляем к ним 200 г сахара и начинаем взбивать венчиком, постепенно вливая молоко. Взбиваем минутки 3. Просеиваем пшеничную муку и замешиваем гладкое однородное тесто. По консистенции оно напоминает нежирную сметану. Вафельки необходимо обжаривать на холодной сковородке, поэтому я рекомендую вам использовать сразу две, чтобы пока она одной жарится, вторая постепенно остывает. Итак, 1 столовую ложку теста тонко размазываем на сухой, холодной сковородке и обжариваем на умеренном огне. Будьте внимательны, как только вафля покроется пузырьками и начнет немножко менять цвет, сразу ее переворачиваем на другую сторону. Готовую вафельку быстро-быстро, пока она еще горячая, сворачиваем рулетиком, а затем наполняем по вкусу кремом или, как в моем случае, вареной сгущенкой. По желанию можно также посыпать орехами, кокосовой стружкой или шоколадом. Вафельки с начинкой на сковороде готовы. Быстро и просто. Я очень надеюсь, что эта небольшая подборка вам понравилась и оказалась полезной. Оцените мои старания лайком и подпиской на канал. Мне будет очень приятно. Приятного аппетита и до новых встреч! Всем пока-пока!